Добрый день, уважаемые дамы и господа! Искренне рад приветствовать вас на Уральском форуме. Я сейчас смотрел ролик и думал о том, что здесь в зале присутствуют люди, которые явились свидетелями и участниками той технологической революции, в которую мы погрузились. Того, что еще 10 лет назад, когда форум проводился впервые, казалось фантастикой, в последние годы стало реальностью. В том числе это произошло благодаря вашим усилиям. В развитии новых технологий в финансовой сфере сопровождалось ростом внимания к вопросам обеспечения информационной безопасности как со стороны регулятора, так и со стороны высшего руководства страны. Спасибо вам за это большое. Уважаемые коллеги, очевидно, что защищенность, устойчивая работа информационных систем имеет для страны стратегическое значение. В настоящее время информационные технологии стали неотъемлемой частью всех сфер деятельности, личности, общества и государства. Приобрели глобальный трансграничный характер. Их эффективное применение является фактором ускорения экономического развития государства. Вместе с тем повышается и уровень угроз в информационном пространстве. Возрастают масштабы компьютерной преступности, прежде всего в кредитно-финансовой сфере. При этом методы, способы и средства совершения таких преступлений становятся все изощреннее. Внешнее вторжение в электронные системы, утечки электронных документов могут обернуться самыми тяжкими последствиями. В этой связи мы должны четко представлять тенденции развития информационной сферы, прогнозировать потенциальные угрозы и риски, в том числе при проведении и использовании цифровых технологий, реализовывать меры, которые позволят нам не только своевременно выявлять угрозы, но и активно реагировать на них. В своем выступлении я, прежде всего, хотел бы дать некую обратную связь, рассказать о мерах, которые с точки зрения регулятора необходимо принять в ближайшее время для повышения уровня киберустойчивости финансовых организаций. Несколько слов о принятых в последнее время документах, которые заложили правовой фундамент для обеспечения информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере. Прежде всего, это программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная распоряжением правительства Российской Федерации 28 июня 2017 года, номер 1632-Р. Данный документ является комплексом мер по трансформации российской экономики, внедрению и использованию инновационных технологий на финансовом рынке, включая совершенствование механизмов обеспечения информационной безопасности. Одним из направлений программы определена нейтрализация рисков, связанных с киберустойчивостью финансовых организаций. Далее, доктрина информационной безопасности Российской Федерации, которая утверждена указом президента в декабре 2016 года, определила, что безопасность финансовых операций, а также прозрачность трансграничных платежей, идентификацию плательщика, получателя, назначения платежа, предполагается обеспечить с использованием российской национальной платежной системы и элементов информационной инфраструктуры Российской Федерации. Доктрины информационной безопасности также установлены, что все организации банковских и иных сфер финансового рынка являются участниками системы обеспечения информационной безопасности страны. Банк России входит в организационную основу этой системы. И, наконец, значимым событием в области информационной безопасности в 2017 году стало вступление в силу федерального закона о безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. Согласно положениям данного закона, все информационные и автоматизированные системы, функционирующие в банковской сфере и иных сферах финансового рынка, относятся к объектам критической информационной инфраструктуры. Это напрямую затрагивает все организации кредитно-финансовой сферы. Помимо этого, к значимым объектам критической информационной инфраструктуры Российской Федерации будут отнесены отдельные организации, являющиеся системно значимыми кредитными организациями, операторами услуг платежной инфраструктуры системно-социально значимых платежных систем, системно значимыми инфраструктурными организациями финансового рынка. Показатели критериев значимости для организации кредитно-финансовой сферы будут установлены постановлением правительства Российской Федерации. Предполагается, что в их основе будет учитываться среднедневное количество операций, осуществляемых субъектом критической информационной инфраструктуры. В соответствии с данными показателями, к значимым объектам критической информационной инфраструктуры третьей категории в кредитно-финансовой сфере могут быть отнесены информационные и автоматизированные системы Банка России, ПАО «Сбербанк России», АО «Национальная система платежных карт», Московской биржи, других значимых кредитных и финансовых организаций. Одним из направлений работы Банка России в рамках закона о безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации является содействие представлению данных государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, так называемых ГОССОФ. Данная система предусматривает организацию информационного обмена о компьютерных инцидентах между Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам и субъектами критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. По мнению Банка России указанный обмен в части кредитно-финансовой сферы целесообразно осуществить через отраслевой функции. Я хочу сказать, что буквально на днях руководством Банка России было принято решение о создании специализированного подразделения Департамента информационной безопасности Банка России, который и возьмет функции отраслевого центра. В этих целях Банк России также будет являться центром компетенции по обеспечению киберустойчивости организации кредитно-финансовой сферы. Основными его задачами будут являться определение потребностей рынка в совершенствовании вопросов киберустойчивости, их нормативное регулирование, Организация и осуществление информационного обмена о выявленных инцидентах, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении финансовых операций. Обмен будет организован по определенной технологии и в установленных форматах электронных сообщений. Введение базы данных о выявленных инцидентах, связанных с нарушением киберустойчивости финансовых организаций. Организация и координация работ по совершенствованию форм и методов взаимодействия финансовых организаций по вопросам обеспечения информационной безопасности и повышения их готовности к противостоянию информационным угрозам. На 2018 год основная задача Центра Компетенции по обеспечению киберустойчивости организации финансовой сферы – это активизация информационного обмена об инцидентах с финансовыми организациями. В настоящее время информационный обмен с финцертом, который на сегодняшний день выполняет эту функцию, на добровольной основе осуществляет свыше 600 организаций и среди них федеральные органы исполнительной власти, ФСБ, МВД, члены государственной, органы государственной власти, ряда субъектов Российской Федерации, кредитные и некредитные финансовые организации, операторы платежных систем, операторы связи, разработчики программного обеспечения, в том числе антивирусного. На следующем слайде приведен пример взаимодействия участников информационного обмена в ходе компьютерных атак преступной группы «Кобальт». Всего за 2017 год было зарегистрировано не менее 21 волны атак «Кобальт-страйк». Атакам подверглись более 240 кредитных организаций. Из них успешных атак было 11. Сумма хищений превысила 1 миллиард рублей. При этом 8 из 11 пострадавших организаций являлись участниками информационного обмена с Финцертом. Финцерт направил индивидуальные предупреждения более чем 400 организациям, указав конкретные электронные почтовые адреса организаций, на которые поступали электронные письма группы «Кобальт». С 1 июля 2018 года вступают в силу изменения положения Банка России от 9 июля 2012 года номер 382П, согласно которым операторы по переводу денежных средств и операторы услуг платежной инфраструктуры будут обязаны информировать Банк России о выявленных инцидентах, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении перевода денежных средств. Кроме того, в 2018 году мы планируем ввести в действие стандарт Банка России, определяющий технические форматы электронных сообщений для информирования Банка России о выявленных инцидентах. На базе этого стандарта в 2019 году будет разработан и введен в действие национальный стандарт Российской Федерации. Все эти мероприятия позволят создать на базе, как я уже говорил, Департамента информационной безопасности Банка России, как и отразительного центра Госсопка, автоматизированную систему противодействия хищениям денежных средств на финансовом рынке. С использованием будет осуществляться информационное взаимодействие с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам. Мы полагаем, что в ходе форума будут выработаны соответствующие подходы по реализации планированного информационного обмена. Другим важным направлением работы Банка России по повышению уровня киберустойчивости финансовых организаций является совершенствование законодательства Российской Федерации и развитие методологии обеспечения информационной безопасности финансового рынка страны. В этих целях Банк России подготовил предложение по внесению изменений в действующее законодательство, которое направлено в первую очередь на противодействие хищениям денежных средств. Соответствующий законопроект рассмотрен Государственной Думой в первом чтении и я очень надеюсь, что до конца весенней сессии он будет принят как уже состоявшийся закон. Далее, это ограничение по требованию Банка России доступа к сайтам в сети интернет, которые используются с нарушениями законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения на финансовом рынке, в том числе для совершения мошеннических действий. Противодействие мошенничества в сфере дистанционного банковского обслуживания и расширение способов удаленной идентификации при оказании финансовых услуг. Мы также уделяем большое внимание формированию и совершенствованию комплекса отраслевых документов, которые определяют требования по обеспечению информационной безопасности и управлению киберлистом, состав и содержание технологических, технических и организационных мер, реализующих такие требования. В 2018 году Банк России в рамках Технического комитета по стандартизации планирует разработать проекты национальных стандартов, которые будут определять общие подходы обеспечения информационной безопасности и управления риском реализации информационных угроз. Требования и меры к организации управления инцидентами информационной безопасности. В дополнение к введенному с 1 января нынешнего года национальному стандарту, который установил базовый состав организационных и технических мер защиты информации финансовых организаций, с 1 июля 2019 года планируется к вводу действия в действие национального стандарта, который будет определять методику оценки соответствия защиты информации финансовых организаций. Полагаем, что данные стандарты станут основными документами, которые регламентируют технические вопросы защиты информации в организациях кредитно-финансовой сферы и методику их оценки. Обязанность применения стандартов мы планируем обеспечить путем установления на них ссылок в нормативных актах Банка России, которые регулируют деятельность разных категорий организаций финансово-кредитной сферы. Следующим приоритетным направлением работы Банка России в целях повышения киберустойчивости финансовых организаций является совершенственная система профессиональной подготовки специалистов в области обеспечения информационной безопасности в организациях кредитно-финансовой сферы. По информации Банка России в настоящее время высшие учебные заведения не готовят специалистов со специализацией по данному направлению. Банка России проводит обучение в рамках повышения квалификации объемами более 72 учебных часов, что в современных условиях явно недостаточно. Мы полагаем, что подготовку и аттестацию специалистов и руководителей подразделений информационной безопасности, кибербезопасности, можно реализовать в рамках переподготовки лиц с высшим образованием в объеме от 500 учебных часов. Переподготовка лиц с высшим образованием позволит им полноценно участвовать в процессах обеспечения информационной безопасности, управления киберриском наравне с лицами, получившими высшее профильное образование в области информационной безопасности в финансовых организациях. Переподготовка лиц с профильным высшим образованием или ранее прошедших переподготовку по направлению специалистов информационной безопасности в финансовых организациях позволит осуществлять руководство подразделением информационной безопасности в финансовых организациях. Дополнительно планируется проработать методики и программы тестирования специалистов и руководителей подразделений информационной безопасности и кибербезопасности. Кроме того, Банк России совместно с Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка планирует разработать профессиональный стандарт «Специалист по кибробезопасности». Я думаю, что эти вопросы, которые мы уделяем действительно очень серьезное внимание, будут 14-го числа обсуждаться на специальной сессии. Будут участвовать заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский, который занимается также профессионально данным направлением. И, наконец, неотъемлемой частью обеспечения киберустойчивости финансовых организаций является осуществление контроля и надзора за состоянием информационной безопасности финансовых организаций. В этих целях Банк России планирует создать систему оценки соответствия информационной безопасности финансовых организаций требованием национальных стандартов путем проведения внешнего аудита. Установить обязанность участников национальной платежной системы по использованию для осуществления переводов денежных средств прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, сертифицированного в соответствии с законодательством Российской Федерации на отсутствие уязвимости или в отношении которого проведен анализ уязвимости. Развивать вопросы регулирования операционных рисков с учетом управления киберлистом, а также совершенствовать нормативные акты Банка России в части резервирования капитала для обработки операционных рисков. Особое внимание будет уделяться вопросам повышения достоверности данных, получаемых в результате контроля вопросов информационной безопасности финансовых организаций. В целях оптимизации и повышения достоверности отчетности Банк подготовил изменения в форму отчетности 040-3203, сведения о выявлении инцидентов, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств. Целью изменений в первую очередь является установление в новой форме отчетности только экономических показателей, исключение из отчетности вопросов технической реализации инцидентов защиты информации, реализация сбора информации о технических способах реализации инцидентов защиты информации по каналам взаимодействия, организованным Банком России, повышение достоверности предоставляемой отчетности, в том числе путем анализа изменений по счетам бухгалтерского учета. Я надеюсь, что все перечисленные и иные направления деятельности будут детально обсуждены в ходе мероприятий форума и в результате найдены оптимальные решения, которые в перспективе позволят нейтрализовать угрозы в области информационной безопасности. В заключении я хочу поблагодарить всех участников форума за предпринимаемые усилия, за проделанную работу, за тот конструктивный диалог, который у нас с вами складывается. Желаю всем присутствующим полезных и плодотворных дискуссий в ходе форума и, конечно, ярких впечатлений от зимних уральских дней. Успехов вам и большое спасибо за внимание! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!